Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Елена Абрамова. Елена увлекается фотографией, и сегодня мы поговорим о ее новом проекте. Лен, как называется проект, и когда он родился? Ты гуляешь по родному городу, ищешь детальки, которые, казалось бы, неприметны, но становятся такими колоритными, и могут привлекать не только жителей, но и туристов. Когда родился этот проект, и в рамках него уже, может быть, какие-то открытия были сделаны? Ну, Марина, спасибо тебе большое. Проектом я бы это прям так громко не называла. Это я в своих блогах это все так обзываю. Это просто идея. Идея возникает в моей голове часто. Вот очередная идея. Я просто очень люблю старое все. Мне кажется, оно таит в себе какие-то загадки, какие-то секреты. Соответственно, я иду к чему-то неизведанному. Я очень часто путешествую по городам России. Так как я в своем городе жила с детства, какие-то моменты я не замечала. Меня просто не приучили это замечать. Путешествую по другим городам. Я понимаю, что я просто уже все, я наслаждаюсь вот этими старенькими улочками, домиками. А как-то раз я просто размышляла на тему, ну, в моем же городе есть то же самое. Милые домики. Мои пряничные, я их называю, домики. И я начала просто гулять по своему городу. А благодаря фотоклубу «Истока» с Олегом Буцким мы познакомились. Вот уже год я нахожусь в его клубе. Я приобрела новых знакомых с подвижников. И когда я просто предложила, ребята, давайте гулять по нашему городу и возьмем их, будем, начнем фотографировать. Потому что город на самом деле меняется со стремительными темпами. Вот эти вот застройки все. Опять же, момент, я это все не критикую. Это развитие наше. И мы все организовались как-то в очередную пятницу. А так как мы это все выкладываем в своих блогах, к нам еще присоединились и почитатели нас в интернете. Сейчас мы гуляем. Прошли уже несколько улиц. Отфотографировали. Все очень довольны своим результатом. Какие-то интересные, может быть, легенды или сказки, или такие тайны, которые пробегаешь мимо, не знаешь, а тут раз и открыли. Может, расскажешь что-нибудь о таких открытиях? Ну вот я уже запестрила соцсети этим рассказом про Салтыковща Дрина 40. Это дом, он на самом деле сказка. Он очень красивый, а еще ему особый колорит придает то, что он ветхий. И он так покоренился, интересно, на бочок. И мы как-то его очень долго снимали. Сначала вечером в пятницу снимали, потом снимали на следующий день. А потом мои друзья туда пошли одни. И уже мне пишут, Лена, мы познакомились там со старушкой. В результате через неделю на месте была уже я. Мы приехали туда. Она нам открыла двери, водила нас по дому. Но история не совсем, конечно, прям, вот, знаете, такая интересная. Она, скорее всего, душесчипательная, потому что состояние дома плохое, удручающее. И во всем этом доме живет старушка в маленькой убогой комнатке. Но вы знаете, там на самом деле все так мило, чисто. Она долго нам рассказывала истории своей жизни. Я так поняла, что дом принадлежит психиатрическому диспансеру. И она там работала или врачом, кем-то она там работала. В общем, она долго нам рассказывала истории, напоила нас чаем. Соответственно, я ей говорю, вы знаете, мы, наверное, завтра к вам придем с детьми. Потому что я бы хотела, чтобы мои дети тоже понимали, что необходимо кому-то подарить частичку добра. На что она нам сказала, ни в коем случае вы приходите с детьми, но ни в коем случае не приносите мне никаких продуктов. Я уже предложила, может быть, мы вам за хлебом сходим. Ведь у нас же в школе раньше это было все организовано. Мы кому-то помогали, старикам, помните, там пионерия была у нас. Я бы хотела, чтобы мои дети тоже начинали с этого. И она запретила нам это делать. Она сказала, приходите, я вам много что расскажу. Мы можем погулять там с кошкой во дворе. Но ни в коем случае не приносите мне продукты. Я сама все это могу купить. Не так давно была история у нас. Да совсем вот позавчера я ходила гулять одна, потому что был снегопад, и мы не смогли организоваться. По соцсетям прошла информация, что у нас дом на Веденского 40, дом Циолковского, его бы хотели восстановить как исторический фонд. И я все думаю, где же находится этот дом. Я сама его в блоге показывала. Думаю, ну где же он находится. Я обошла всю Веденку. Как оказалось, дом-то находится на Веденского 40 и стоит практически рядом с моим домом. И в начале весны мы все гуляли, ходили, лазили в этот дом, фотографировали. К нам даже приезжал журналист из Москвы, Жанна Лосева, которая очень хорошо владеет историей зодчества. Она обнюхивала этот дом и говорила, боже, как он прекрасно пахнет. А вы знаете, вот этот свод, он построен в каком-то году. То есть она нам столько информации дала по поводу этого дома. И в результате это оказывается дом достаточно исторический. И я вот около него долго смотрела. Сейчас там даже доску я посмотрела, повесили. Хотелось бы, чтобы его, конечно, оставили. Всем нам этого хотелось бы. Будем надеяться, что его история завершится счастливо. То есть получается, что мы живем в городе, пробегаем мимо каких-то исторических объектов, культурных объектов, не замечаем частенько. Вот ты проводишь экскурсии, даже в частности ночные, для всех живающих. И для детей, как выяснилось. Ну, с детей это начинается. Но просто детей ночью не повесит. Хотя этой ночью со мной старшая дочь гуляла. Ей уже тоже интересно все это. Да. А им вообще детям очень интересно. Они со мной с малого возраста лазят по старым домам. Ты вообще такой организатор. Потому что, насколько я помню, все начиналось с лекции по астрономии, да? Звездное небо? Да. То есть детей сначала возили к Бусарову Алексею, да, по-моему? А, нет, с детьми-то нет. Вообще-то я начинала лазить по старым домам уже давным-давно. Мне это все нравилось. А так как у меня образовались дети, я же не брошу своих детей. Соответственно, мы начали гулять, ездить, путешествовать по России вместе с ними. Но так как если меня влечет вот этот старый дом, мой сын всегда говорит, вы знаете, моя мама путешественница. Но самое страшное, что она лазит по старым домам и меня заставляет. Это он в школе жалуется? Да. Им тоже там интересно, на самом деле. Вот он еще, Вова, как бы ему не очень... Понятная вся суть, да? Да. А вот старшим детям они... Лен, ну мы залезем, Лен, мы залезем в старый дом, ну куда бы мы не ехали, ну пожалуйста, останови, ну давай остановим, давай залезем. Им интересно. Для тебя самой рязанский колорит, в отличие от других городов, в чем заключается? Ведь много всего видела, в том числе и грибы с глазами. Грибы с глазами. На самом деле, в Рязани очень много всего интересного. Просто нам нужно как-то всем научиться это ценить. А самое главное, свой город научиться выделять среди числа туристических продуктов. Как Коломну, как Суздаль. Я понимаю, что эти города, которые я раньше упомянула, они входят в цепочку Золотого кольца России. И это не просто так. Наш город очень долго был закрыт, потому что у нас много стратегических объектов. Но сейчас к этому всему гораздо проще относятся. И поэтому наш город нужно уметь ценить как туристический продукт. Можно из этих домиков сделать те же самые музеи. Понимаете, ведь часто слышишь на улице банальную фразу даже среди людей. Да в нашем городе нечего делать, нужно куда-то съездить, детей некуда повезти. Но можно повезти детей. Можно и организовать, и прогулки, и те же самые дома, которые сейчас сносят. Я не говорю про те дома, которые никакой ценности не имеют. Те дома, которые действительно имеют какую-то ценность, из них можно делать. Посмотрите, как в Коломне мило сделаны вот эти вот музеи. Почему у нас такие музеи не сделать? А теперь можно ли, Лена, рассказать о том, как попасть на экскурсию, которая проводится в рамках? Как попасть на прогулку вместе с тобой? Может быть, кто-то из наших телезрителей пожелает тоже услышать что-то новое, открыть для себя что-то новое в привычном? Марина, на самом деле я открыта. У меня все мои блоги открыты. Мне можно туда напрямую писать. И телефоны даже есть в моих группах. И так люди и звонят. На самом деле, как таковой рекламы-то ее нет. У меня просто есть информация, которую я выкладываю от души. Мне захотелось... Это мои дневники. Мне захотелось, я написала. И у нас таким образом появилось много сподвижников, которые сейчас с нами гуляют. И они даже потом пишут. А вы сегодня гуляете? Гуляем. Идем, идем. И мы таким образом встречаемся. Ну, замечательно. Я думаю, что еще впереди много разных открытий. Фотографии, начиная с фотографий, которые сделаны в рамках поезда к фотоклубу «Исток» и пропитаны невероятной любовью к окружающему миру. А теперь еще та же самая любовь чувствуется в снимках родного города. Я думаю, мы еще не раз с тобой встретимся. Обязательно прогуляемся вместе. Спасибо большое. Спасибо, что пришла к нам в студию. Мы прощаемся с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»